Сколько будет стоить проезд в общественном транспорте, если расплачиваться банковской картой, стрелкой, наличными, на социальных и коммерческих маршрутах? У нас есть два вида маршрутов. Это по регулируемым и нерегулируемым тарифам. Цены различаются. Процесс ценообразования разный. Если мы затрагиваем тарифы регулируемым тарифом, то здесь цены устанавливаются постановлением правительства Московской области. Эти цены уже установлены на 2022 год. И разовая поездка составляет 64 рубля. Это если мы оплачиваем наличными деньгами. Если мы берем ЕТК «Стрелка» или транспортную карту с приложением, банковскую карту с электронным приложением единственной транспортной картой или транспортную карту иного субъекта Российской Федерации, то там с первой по десятую поездку стоимость установлена 40 рублей 41 копейка. И далее действует система скидок после 10 поездок. ЕТК учащегося с первого по 35 поездку будет составлять 20 рублей 21 копейку. С 36 поездки это 40 копеек. Все опубликованы на сайте. И цены, и система скидок. Это можно найти на сайте Минтранса и администрации. Что касается нерегулируемых маршрутов, это коммерческие маршруты. Тут цена устанавливается перевозчикам самостоятельно, исходя из рентабельности. И на настоящий момент сейчас наставили 55 рублей. И здесь цена наличной и банковской карты не отличается. Сохранено ли за владельцами социальных карт одно льготное место на коммерческих маршрутах? С первого числа января 2022 года подписано соглашение с Министерством транспорта Московской области о предоставлении льгот социальному группу населения по социальным картам во всех транспортных средствах, вне зависимости от того, коммерческие они или социальные. Сейчас льготы предоставляются на всех транспортных средствах. С первого числа все терминалы переоборудованы на всех транспортных средствах. Была проходила проверка в новогодние праздники, работоспособность системы в все новогодние праздники. Контролирующие органы Министерства транспорта совместно с администрацией и перевозчиками осуществляли контроль работы терминалов. И замечания пока по мутищим не выявлены. То есть, вы, если пользуетесь социальной картой, социальная карта у вас не заблокирована, не находится в стоп-листе, вы имеете право бесплатного проезда, вне зависимости от количества. Достаточно льготных мест, они не ограничены. Где в городском округе Министерства можно приобрести карту «Стрелка»? Карту «Стрелка» можно приобрести на любом автовокзале, на ЖД вокзале, в автобусе, в транспорте. В принципе, в любом месте, где у нас есть кассы, обслуживаются, можно покупать билеты. Также с 1 января 2022 года водителю, не предоставившему пассажиру возможность расплатиться через терминал, грозит административный штраф в размере 5000 рублей. Кто и каким образом будет выявлять этот вид правонарушений? Для того, чтобы оштрафовать водителя за неработающий терминал или непредоставление билета, или непредоставление возможности оплаты по карте, производится инспектор на месте. Если вы стали жертвой или получилась у вас такая ситуация, когда водитель вам отказал в оплате, вы можете воспользоваться либо горячей линией, которая находится в автобусе, размещенной в обязательном порядке, заместимостью от принадлежности этого автобуса. Если это межмуниципальный, межрегиональный, это значит, будет Министерство транспорта. Носковская область, если это муниципальный, это будет администрация, управление транспортом. Вы можете обратиться, обязательно пожаловаться с указанием времени, даты, номером автобуса и фамилией водителя. Фамилия водителя указывается, она, в принципе, в автобусе в передней части всегда должна быть расположена, там либо карточка, либо документ какой-то должен быть, где вы можете это посмотреть. Первый способ. Второй способ. Вы можете обратиться, сейчас очень интенсивно внедрена и используется система QR-кодов. В автобусах она везде размещена, вы можете по QR-коду оперативно пожаловаться, создать жалобу. Она придет непосредственно в Министерство, либо, опять же, в Управление транспорта МАТИЧ, и будет осмотрена оперативно. Либо обратиться в Добродел, в принципе, опять же, с указанием всех тех координат, которые я ранее перечислил. Далее, по данным, по каждой ситуации проводится проверка предприятия. В случае выявления факта действительного наличия этого нарушения, принимаются меры дисциплинарные, вплоть до увольнения сотрудника. И выездные проверки. Если будет установлен такой факт, однозначно, по данному маршруту, на данную линию выезжают инспекторы. Как это инспекторы от Министерства транспорта, так инспекторы и сотрудники администрации выезжают, проверяют. В случае повторного нарушения, опять же, штрафуются и водитель, и перевозчик. Ну, вплоть до определенных мер и к директору учреждения. И вплоть до, если выявляются неоднократно такие ситуации, могут быть вынесены перевозчики на рабочую группу. В последующем пройти решение отзыва лицензии у этого перевозчика, и он просто не будет работать на территории Московской области. Просто и все. Редактор субтитров А.Семкин